Нина Николаевна, сколько всего случаев обрушения фасадов за последние, не знаю, с начала года произошло? Ну, на моей памяти это 5-7 фасадов, не все они исторические, некоторые в районе новостроек, не в центре города. 5 или даже 7, а слышим мы только о самых громких, где вот кто-то серьезно пострадал, и то потому что на Невском проспекте это случилось. Давайте мы сегодня об этом в том числе поговорим подробно. Здравствуйте, это программа районные кварталы, и сегодня у нас в гостях председатель союза реставраторов Петербурга Нина Шенгина. И говорим мы сегодня о качестве реставрации городских фасадов, а попросту о том, что надо сделать, чтобы лепнины и куски штукатурки не падали на наши бредные головы. Нина Николаевна, здравствуйте. Расскажите нам, что случилось и почему именно сейчас стала падать штукатурка с фасадов? Ну, во-первых, в истории города был период, когда очень мало реставрационных работ проводилось, примерно 20 лет финансирование было очень маленькое. Потом была проведена масштабная фасадная программа, за что мы должны, конечно, сказать только спасибо и реставраторам, и тем, кто инициировал эту программу. Потому что в этот период очень многие недостатки реставрации советского периода были исправлены. Эти недостатки состоят в использовании цементных растворов и не паропроницаемых красочных слоев. Вот именно все это и приводит к тому, что разрушается уже кирпич. И как раз вот использование таких технологий приводит к тому, что человеческие жертвы возникают. То есть то, что сейчас рушится, это советское наследие, которое не успели исправить? Да, потому что известковый раствор, он имеет маленькую прочность, и под ним не разрушается кирпич. Потому что в большинстве случаев люди говорят, ну понятно, узбеки-таджики делали, поэтому и падает. Ну, надо сказать, что еще эксплуатация зданий очень сильно пострадала в последние годы, и это причина. Об этом тоже поговорим. Но сначала давайте посмотрим сюжет на эту тему. Невский проспект, 139-й дом. Роскошный фасад с лепниной и барельефами на глазах теряет свою красоту. На землю летят куски кирпича, гипсовые фрагменты. Изящный декор приносит жертву ради общественной безопасности. Внешне красивые элементы, словно домоклов, меч надвисают над людьми, готовые в любой момент обрушиться на головы горожан. Если вы обратите внимание на фасады, на многих фасадах существуют мелкие трещины, куда так или иначе попадает открытая влага. При понижении температуры вода, превращаясь в лед, расширяется и, скажем так, разрывает эти трещины, делает их еще более уязвимыми для погодных условий. Простукивать фасады в центре Петербурга начали после несчастного случая, произошедшего 20 марта. Тогда обвалившаяся штукатурка отправила прохожего прямиком на больничную койку. Если раньше состояние фасадов сотрудники ЖКС оценивали визуально, то после ЧП к осмотрам добавили еще и тактильный анализ. На этом настоял лично вице-губернатор Николай Бондаренко. К работам жилищные службы приступили 23 марта. В день успевают проверить от 5 до 10 зданий. Чтобы простучать дома, коммунальщики координируют свои действия сразу с несколькими службами. ГИБДД занимается ограждением, а МЧС заботливо предоставляет спецтехнику. И уже там, на высоте 20 метров, в дело вступают непосредственно сотрудники с молотками и специальными растворами. Эксперты не скрывают, в центральном районе около тысячи фасадов потенциально опасны для здоровья людей и нуждаются в капитальном ремонте. С одного дома рабочие собирают до тонны опасной штукатурки. Чтобы реанимировать все здания требуется около 14 миллиардов рублей. В бюджете на этот год на ремонт фасадов заложено всего полтора. В порядок удастся привезти только 40 зданий. Остальные, наоборот, резко потеряют в красоте, зато станут совершенно безопасными. Нина Николаевна, ну действительно, ситуация с фасадами, конечно, критическая. Но вы меня, конечно, извините, как с этим борются? Я считаю, что это вообще кощунство. Как так можно? Ну, в данном случае заботятся в основном о безопасности людей, поэтому это понятно. Также ясно, что это временная мера, и если штукатурный слой, который защищает кирпичи, не восстановить, то дальше пойдет разрушение кирпича. То есть по-другому никак нельзя только вот так отстукивать молоточками? Нет, по-другому можно постоянно реставрировать здания, ухаживать за ними, эксплуатировать их правильно, заботиться о том, чтобы водостоки были восстановлены. Вот посмотрите, в этом сюжете даже видно, что труба, она нарушена, да, и через нее поступала вода на фасад. А что проще? Принимать такие вот авральные меры или заниматься регулярной реставрацией? Что дешевле? Нет, ну, регулярной реставрацией заниматься все равно нужно, потому что это обязанность государства и собственников зданий. С этим даже и обсуждать бессмысленно. А вот что надо здание грамотно эксплуатировать и своевременно все недостатки исправлять, в частности, вот водостоки надо исправлять, необходимо правильную очистку от льда, кровли осуществлять, потому что очень часто зимой мы боремся с налитью и с помощью лома. Тоже думая о безопасности людей в основном, а потом начинаются дожди и намокают штукатурные слои, потом он замерзает и уже падает фасад тогда. Ваша оценка как реставратора, насколько ценно то, что вот сейчас вот отколачивают от этих зданий? Ну, для меня это просто ужасно, поскольку я еще и профессионально ориентированная. Вы можете предложить, берем конкретный дом, который мы сейчас увидели, что бы вы предложили в этой ситуации? В этой ситуации я бы предложила восстановить водостоки и восстановить штукатурные слои хотя бы на время. Это в будущее. Да. А сейчас все равно никакого другого выхода не было, получается, сбивать. Ну, на самом деле, если бы реставрация не шла такими сложными путями, через финансирование государственное, через конкурсы, через проекты реставрации, а были бы какие-то выделены средства на поддержание эксплуатационных свойств зданий, то тогда частично это бы решило проблему. Есть такое понятие «текущая реставрация», некий ремонт такой, ямочный, я бы сказал, который позволяет оттянуть глобальное решение вопроса? Нет, это называется правильная эксплуатация здания. Вот вы когда-то приводили примеры, я посмотрел, коллегам нашим рассказывали, журналистам, о неком доме, фасаде здания на Московском проспекте, в начале Московского проспекта. Вы говорили о том, что эксплуатация здания, конкретных помещений была настолько несоответствовавшая всем нормам, что штукатурка обваливалась там буквально свежесделанная. Таких примеров довольно много. Да, к сожалению, имеют место перепланировки несогласованные в зданиях, очень плохо эксплуатируются. От планировок штукатурка рушится? Нет, там, я так понимаю, речь шла о неком общепите, заведении общепита. Да, вот заведение общепита, расположенная кухня в историческом здании и те испарения, которые при этом выделяются, они как раз и повредили. Кто должен следить? Ведь, наверное, существуют нормы. Если конкретный предприниматель поставил, не знаю, плиту там, где он не имел права ее ставить, и поэтому осыпается там штукатурка, да? Кто-то же должен за этим следить? Кто-то должен контролировать, не разрешать? Ну, это вопрос компетенции проектировщиков, например, да? Можно погружаться в глубину проблемы вплоть до школы. Ведь есть некачественная проектная работа, да? Нина Николаевна, а вот то, что мы с вами сейчас в сюжете видели, вот эту штукатурку, которую отбили, она вообще в принципе восстановима? Да, конечно. Сделаем перерыв на 4 минуты, посмотрим первый на сегодня выпуск новостей городских районов, ну а затем возобновим наш разговор. Петербургские реки и каналы будут углублять. Росморфлот представил проект работ на суд горожан. Работа затронут Неву, Малую Невку, каналы Кронштадта и Сестрорецка, а также акваторию Финского залива. Это необходимо, чтобы обезопасить судоходство. Из-за наносов ила и песка корабли могут цеплять дно. По оценкам специалистов, такие работы не нанесут непоправимого вреда окружающей среде и популяции рыбы. На время нереста работы будут приостанавливаться. Проект рассчитан на 10 лет, но возможны корректировки. Точных сроков начала пока не называют. Работы должны начаться после того, как проект пройдет все необходимые согласования. Жители четырех домов на Зеленом проспекте в Лисием-Носу больше 30 лет ждут очереди на расселение. Еще 80-е здания признали непригодными для жилья, но недавняя комиссия в заключении своих предшественников усомнилась. Вот это так называемый унитаз. Вот, пожалуйста. Здесь у нас просто выгребная яма. Там труба у меня полетела. И считайте, мы ходим в туалет под дом. Чтобы протолкнуть унитаз, все туда, я вот пользуюсь этой палкой. Представление о том, что Лиси-Нос поселок элитный, идет вразрез с тем, как живут люди на Зеленом проспекте. А Лисия Яблонская вместе с мамой и двумя детьми ютится на 18 квадратных метрах. В своей очереди на новую жилплощадь семья ждет в общей сложности 35 лет. На самом деле у нас есть акт из городского архива, копия акта о том, что в 1981 году по ветхости эти дома уже были списаны. Постоянное подтопление их фекальными и грунтовыми водами, отсутствие отопления мест общего пользования, вызывающее промерзание стен квартиры и нецелесообразности капитального ремонта. 16-й дом на Зеленом проспекте не единственный. Таких по соседству еще три. Изначально деревянные бараки строили как временное жилье для сотрудников Балтийского завода. В 2013-м их передали городу и недавняя межведомственная комиссия обследовала качество построек. Дома признали годными для жилья, где-то на 50, где-то почти на 60 процентов. Расселять по закону излишне. С учетом того, что практически все проживающие в этих домах являются очередниками, можно воспользоваться одной из схем улучшения жилищных условий, которые предлагает правительство города Санкт-Петербурга. Получить субсидии, к этому добавить средства от продажи тех жилых помещений, в которых они находятся сейчас. Но жители уверены, их квартиры в таком состоянии и на отшибе лисьего носа никому не нужны и даром. Вместо того, чтобы выкладывать объявления о продаже, подали в суд и написали письмо президенту. Говорят, что это их последняя надежда на перемены. Государственный музей-заповедник «Царское село» на один день в году приоткрыл двери в святая святых. Публики разрешили заглянуть в старые оранжереи. Вниманию гостей представили старинные каменные оранжереи, первое упоминание которых датируется 1722 годом. В те времена здесь что только не высаживали, даже ананасы. Теперь в оранжерейном комплексе к лету готовят посадки для царско-сельских парков. Мы все время изучаем, как это было в историческом периоде в том или ином и делаем акценты на этом. Вот, например, в собственном садике мы формируем композицию именно цветов на XIX век. А вот, например, фрейлинский садик мы стараемся, чтобы он выглядел так, как он мог бы выглядеть при Екатерине II. Самшиты, можжевельники, конечно, благородные лавры. Здесь в оранжереи мастера паркового искусства придадут им нужную форму и уже в мае их можно будет увидеть в регулярной части парка. Экскурсии в комплекс «Верхние теплицы» приурочили к цветению виолы. В любой другой день сюда не пускают, пометуя указ императрицы Елизаветы. Если кто силой пойдет, в таких упрямых стрелять из ружья горохом. Еще один выпуск новостей городских районов ждет нас через несколько минут. Сейчас мы продолжаем разговор с председателем Союза реставраторов Петербурга Ниной Шенгиной. Нина Николаевна, возвращаясь к сюжету, дома, на которых сейчас, безбожно, как сказала Наташа, сбивается лепнина, сбивается фасад эстетически привлекательный. Вообще это все фиксируется каким-то образом, чтобы потом можно было восстановить в точности с тем, что было на момент вынужденного операции. Да, конечно, это правило. Всегда делается фотофиксация здания, и по нему уже потом реставрация осуществляется. Вообще следит за этим КГОП, например? Конечно. И это процесс достаточно долгий. Сначала реставрация предшествует проект реставрации, согласование проекта, поэтому реставрация дело небыстрое. Это тоже все должны понимать. Мы увидели, что штукатурку массово сбивают, мы также услышали, что денег на все не хватает. А сколько вообще сейчас в год реставрируется фасадов? Ну вот даже в вашем сюжете были сведения о том, что около 40 фасадов будет отреставрировано. Конечно, это очень мало по сравнению с теми масштабами, которые необходимо провести. То есть мы теряем больше, чем возобновляем. Самое главное, мы теряем время. К счастью, те строители и архитекторы, и проектировщики, которые построили наш город, были очень грамотными людьми. И многие здания стоят, начиная с 2017 года, вообще без реставрации, без ремонта. И еще в более-менее приличном состоянии они находятся. Поэтому я хочу сказать, что те методики, которые используются при строительстве, они, конечно, безупречны. Это вселяет надежду. А сколько примерно понадобится лет для того, чтобы привести город в более-менее приличный вид? Конечно же, зависит от финансирования. Ну хотя бы снаружи. От финансирования во многом зависит. При нынешнем уровне финансирования. Ну при нынешнем уровне финансирования мы можем только латать какие-то проблемные места. Но столетия. Интересно только, кто это все будет делать? Потому что мы это видим в основном гастарбайтеров. А разве можно гастарбайтеров отпускать к таким домам, где нужна действительно сложная реставрация? Ну тут я вас упрекну. Очень жаль, что вы видите только гастарбайтеров. Наверное, это просто впечатление такое складывается. Реставраторы проходят аттестацию. И в том числе и рабочие, и инженерно-технические специалисты. И на реставрационный объект попадают люди только с аттестацией. Если говорить об иногородних рабочих, то они тоже работают. Известные примеры, когда у нас, например, итальянские фирмы выполняли работу в Петропавловской крепости. Они не были гастарбайтерами. Я буквально вчера шел во дворе, по двору, 12 коллегий на территории университета. И видел, как окнами занимаются те самые рабочие из Средней Азии. Но точно не из Италии. Да. Давайте прямо сейчас послушаем размышления на эту тему нашего обывателя-обозревателя Юрия Кондеранте. Мне очень приятно, что в 2015 году лучшей работой художника-реставратора признана работа Николая Аркадьевича Михайлова по восстановлению росписи передней гостиной Китайского дворца, что в моем любимом Орненбауме. Вообще, надо заметить, реставратор – это профессия особая. Я бы даже сказал, штучная. Вот есть Татьяна Матвеевна Телюкова. Ее профессиональный стаж почти 70 лет. Она реставратор по позолоте. И она работает до сих пор. Во-первых, потому что она великий мастер. А во-вторых, где смена? Сам видел гастарбайтеров, работавших в Мешковском дворце в Ломоносове, в Константиновском дворце Стрельной. Но даже у меня есть четкое понимание. Эта профессия не терпит случайных людей. Требуется здесь, ну, кроме мастерства, еще и заинтересованность и понимание культурных традиций города. Нина Николаевна, ну, вот я, собственно, повторю вопрос, Юрий, а где смена? Ну, смену готовят образовательные учреждения, и в том числе реставрационные лицеи, которые готовят рабочих. Но проблема, конечно, есть, она очень острая. Мы все время о ней говорим и пишем, и стараемся сделать все возможное для того, чтобы петербуржцы, молодые люди шли не только в университеты, но также и в рабочую профессию. Интересно, а почему же тогда они не идут? Почему везде у нас гастарбайтеры? Ну, во-первых, и надо сказать об утрате престижа профессии рабочей. Что она плохо оплачиваема? Это не всегда в средствах, в заработной плате дело. Есть еще условия труда, которые, конечно же, очень тяжелые. Вот ты подойдет на улице, к тебе мужчина знакомится, ты спросишь, а кто вы? Он скажет, рабочий. И ты развернешься и уйдешь. Да. А если он скажет реставратор, все зависит от того, как он себя назовет. Как себя поставит, да. Тем не менее, есть конкурс, я не знаю, на эту специальность? Или вы, наоборот, ходите по улицам, кого угодно собираете. Ну, пойдите, пожалуйста, к нам учиться. Нет, удается привлечь, конечно, молодых людей и в лицее, и в университеты, которые готовят реставраторов. Но вот в рабочей профессии остается, конечно, недостаточно молодежи. Все-таки у реставратора зарплата больше, чем, я не знаю, у того же... Какой-то представитель другой рабочей профессии. Ну, если человек идет в профессиональное училище, да, он, наверное, может выбрать, там, ага, я сантехник или я реставратор. В этом смысле разница существенная? Нет, я думаю, что оплачивается реставрационная работа достаточно хорошо. Другое дело, что она сезонная. Если у сантехника работа есть круглый год, то у реставратора, к сожалению, бывают периоды, когда он... Подождите, то есть реставратор, он непосредственно получает свою зарплату от сделанных работ, то есть как бы зарплата сдельная, да? То есть нет такого, что он получает зарплату круглый год, находясь где-то в штате. Да, такая форма оплаты туда принята. Нет, а почему даже в штате от выполненных работ зависит? Это как промышленные артинисты, которые только зимой... Значит, реставраторы зимой подрабатывают сантехниками. Не знаю, кем подрабатывают реставраторы, но нужно сказать, что мы представляем себе, наверное, думаю, Наталья согласится, реставратор, когда звучит это слово, как человека, который сидит над иконой, реставрирует полотна в Эрмитаже. А здесь, да, некий вот такой получается когнитивный диссонанс. Реставратор на самом деле рабочая профессия. В нашем городе это особенно актуально. Она, кстати, достаточно пыльная получается. Вообще-то слово, да. Если говорить о том, обо тех успехах, которые ребята, учащиеся, показывают. Часто во многих профессиях говорят, человек, который еще только учится, он приносит больше и интереснее проекты, да, какие-то решения каких-то, какие-то выдвигает, чем уже профессионал. Вы можете сегодня говорить, что ваша школа, она перспективна в плане идей, в плане реальных предложений? Да, вот если говорить об архитектурных проектах, о проектах архитектурной реставрации, то действительно молодые люди, полный энтузиазма, иногда дипломные проекты делают очень интересные, и такие примеры есть. Где-то они реализованы, если реализованы? Студенческие. Ну вот нынешним подрастающим поколениям. Как элементы, конечно, в том же Ранниенбауме. То есть там работали в том числе и студенты? Ну, очень много студентов на практике работают в реставрационных предприятиях, в том числе в архитектурных мастерских. И, конечно, не без их участия эти проекты делаются. А вот если говорить о рабочих, то, конечно, здесь очень важен срок работы в бригаде под началом какого-то мастера. То есть рабочий без опыта работы, конечно, не сможет принести... Ну, он хотя бы с образованием рабочий. С образованием, конечно, но еще обязательно нужен опыт. Нина Николаевна, где в нашем городе учат на эту профессию, на реставратора? Ну, есть два реставрационных лицея, где все реставрационные профессии можно получить... Ну, это средне-специально. Один в Кировском районе, на юг Западе находится. Совершенно верно. Высшее образование можно получить в ГАСУ по специальности реставратор, в Большом университете. Это государственный архитектурно-строительный университет. В нашем государственном университете, самом главном, и также в Институте культуры. Интересно, всего два высших учебных заведения? Нет, не два, пять, как минимум. А конкурс? Конкурс имеется, и как раз вот на реставратор архитектурного наследия конкурс устойчивый. Да, все равно непонятно, почему не хватает. Почему не хватает? Не хватает рабочих, я повторюсь. У меня вообще ощущение такое, что профессия-то необычная. Вы готовите рабочие руки, но помимо того, чтобы обучить навыку, вы должны волей-неволей, педагоги должны давать эстетическое воспитание. Никуда не денешься. Так что такой рабочий, он не совсем рабочий. Еще и предприятие должно вложить большие средства в образовательный процесс, для себя подготовить рабочих. Продолжим эту тему, после того, как посмотрим еще один, на сегодня второй уже выпуск новостей городских районов. Вернемся через три минуты. За утреннюю пробежку по Елагину-Острову придется заплатить. Администрация запекио имени Кирова утверждает, во всем виноваты лжеспортсмены. Здравствуйте, а на пробежку можно? Можно, но платят. Но за деньги. А почему? А вот читайте, вот видите, там все они... А можно же было раньше? Ну, раньше можно было. А вот с 4 апреля они решили сделать платный вход. Вход 70 рублей с каждого. По мнению администрации, горожане сами виноваты. Они выходят на спортивные дорожки и не бегают. Некоторые посетители, одетые в спортивного вида одежду или обувь, отказывались приобретать входные билеты, выдавая себя за бегунов, провоцируя конфликты и затрудняя проход в парк другим посетителям. Официальных комментариев руководство парка культуры и отдыха пока не дает. Неофициально поясняет, что не настоящим спортсменом является каждый второй посетитель парка. Так и возникло Соломоново решение – не пускать никого. Деньги небольшие, но в то же время, как бы, постоянно, если занимаешься, ну, бегаешь, там, на коньках, на роликах катаешься, то, как бы, платить постоянно. В проблему отделения настоящих спортсменов от тех, кто ими только прикидывается, включился депутат ЗАГСа Борис Вишневский. По его мнению, право на бесплатный вход в парк должно быть у всех, вне зависимости от наличия спортивной формы. Ведь, согласно букве закона, билет дает посетителю право не на прогулку, а на посещение музейных комплексов и выставок. Если в парке есть дворцы, ансамбли, какие-то мероприятия, тогда, пожалуйста, тот, кто хочет их посетить, может заплатить за вход туда. Мне представляется, что платный вход в общедоступный парк невозможен. Мне представляется, что плата за вход в него – это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. По всей видимости, теперь искать способы определения истинных спортсменов будет не руководство парка, а правоохранительные органы. По словам депутата, он уже написал жалобу в прокуратуру. Решение будет вынесено в мае. В Петербурге появился гид по спальным районам. Проект «Знай» расскажет о малоизвестных достопримечательностях города. Дом на Полярников-10, на первый взгляд, ничем не примечателен. На самом же деле, это памятник архитектуры – первая хрущевка в Советском Союзе. Для того, чтобы узнать об этом, достаточно навести камеру мобильного телефона на стикер с QR-кодом. Авторы проекта «Знай» утверждают, в городе огромное количество таких неизвестных достопримечательностей. Такое очень странное отношение к спальным районам в городе. Считается, что центр города – это такой музей под открытым небом, а в спальных районах будто бы ничего нет интересного. На самом деле, это совершенно не так. Над проектом «Знай» трудятся 15 человек. Волонтеры находят интересную информацию о том или ином объекте и помещают на него стикер. Самоизученный – «Невский». В нем нашли уже 60 достопримечательностей. Кроме того, проект запустили в Московском, Красногвардейском, Кировском, Фрунденском, Калининском и Выборгском районах. На сегодня это все новости. А мы продолжаем разговор с председателем Союза реставраторов Санкт-Петербурга Ниной Шенгиной. Нина Николаевна, вы так много нам сейчас рассказали о молодых реставраторах. Где же все-таки их можно увидеть, чтобы посмотреть то, что они делают, собственно? Ну вот, если есть такое желание, то я вас хочу пригласить на конкурс рабочего мастерства, который Союз реставраторов будет проводить на базе реставрационного лицея, где будет по четырем направлениям выбираться лучшие не только среди лицеистов, но также и среди рабочих наших предприятий. То есть они будут соревноваться друг с другом. И мы считаем, что такие мероприятия, именно они повышают престиж рабочей профессии. И такую задачу мы все должны перед собой поставить и решить ее. Где это будет происходить и когда? Это вот как раз лицей на Северо-Западе, реставрационный лицей Санкт-Петербурга в конце апреля. А что ждет победителей вот этого конкурса? Призы, конечно же. А призы от кого? А большие призы? Призы от Союза реставраторов. А бизнесы? Вы ведь оговорили, что здесь без участия бизнеса, без участия компаний и образования приличное невозможно. Может, они и в конкурсе помогают? Да, и сам конкурс проводит Союз реставраторов. Это предприятия, которые принадлежат частным лицам. И весь конкурс финансируется за счет наших предприятий. Призы, соответственно. То есть лучше все-таки найдут себе хорошие рабочие места? Сегмент рынка-то, наверное, не широкий. И предприятий ограниченное количество волей-неволей. И у них, как у всех, наверное, сейчас проблемы, связанные с экономическим кризисом. Ощутили на себе это вот сфера образования, если мы о ней говорим? Ну, конечно, мы живем в одной стране, и проблемы у нас общие. Но в реставрации люди, начиная... Я всегда говорю, что у нас даже чиновники, не чиновники, гораздо лучше. Вот это вот общение с культурным наследием, оно все равно накладывает отпечаток на всех. Буквально в том числе и на тех, для кого главной вроде бы казалось прибыль, деньги. Это руководители предприятий. Они с большим удовольствием и много вкладывают в образовательный процесс. Нина Николаевна, а вот сейчас, если говоря о реставраторах, есть такие, кто без работы сидит? Насколько сложно вообще реставратору сейчас, в нынешнее время, вот я не знаю, даже в кризис? Ну, давайте так возьмем. Насколько сложно найти работу? Я хочу сказать, что у нас вот есть биржа труда такая на сайте у нас. Вы тоже можете посмотреть за реставраторов. И еще там два года назад были только предложения от работодателей. Сейчас, к сожалению, появились предложения и от архитекторов, которые нетрудоустроены. Слушайте, они напрямую ходят, вот я не знаю, смотрят на работы, посещают вот эти самые профильные два учреждения. Я имею в виду бизнесменов. Я имею в виду тех, кто потенциально может сразу же отобрать к себе работников и пригласить их. Более того, на практику ежегодно мы принимаем студентов, и лучшие всегда остаются в наших предприятиях. Это единственный путь попасть на работу, это через практику на объекте. Рабочие, которые получили образование в лице, они все трудоустраиваются? Вот, к сожалению, многие из них идут дальше в высшее образование. К сожалению. К сожалению, потому что рабочих не хватает, потому что экономистов в стране уже достаточно, а рабочих нет. В общем, мы поняли, что если хочешь быть рабочим, это выгодная специальность. Потому что работу всегда найдешь. Рабочий реставратор без работы в Петербурге не останется. И она еще интересная. Это же тоже очень важно. Она очень интересная. Я надеюсь все-таки, что и из тех, кто закончил профессиональные образовательные учреждения, а потом пошли в вузы, вырастают тоже неплохие реставраторы, которые занимаются, наверное, высокими произведениями искусства и их реставраторами. Но помимо того, что работа эта интересная, она все-таки еще благородная. Город-то спасать. Кто же будет-то, как не реставратор? Она важная для всех, для любого жителя города она важная. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня гостем программы района-квартала была председатель Союза реставраторов Петербурга Нина Шенгина. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Спасибо. Мариинский театр и консерватория, звезды которых любят здесь селиться. Фонд капитального ремонта. Сохраняем город. Бережем историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова